Молодость заканчивается на Почтовой площади. В столице подводят итоги Международного Киевского кинофестиваля. В течение недели зрители посмотрели почти две сотни фильмов. Вот теперь жюри награждают лучших. За церемонией следит наш корреспондент Ольга Теребинская. Она на прямой связи со студией. Оля, здравствуй, расскажи, что там сейчас происходит. Да, здравствуй, Катя. Мы сейчас находимся на Почтовой площади, где прямо в эти минуты позади нас происходит церемония награждения победителей 47-го кинофестиваля «Молодость». Мероприятие в этом году впервые проходит в теплую пору, что дало возможность не только проводить здесь открытие и закрытие фестиваля, но и превратить Почтовую площадь на целых пять дней в масштабный кинотеатр под открытым небом. Это возможность этого периода расширить нашу аудиторию, инициировать культурный туризм по фестивалю. Весна, лето – это все-таки для Киева гарно. И для меня счастье, как такое поширение имиджа Киева и Украины, когда деякие наши иноземцы приехали первые сюда, они просто зачарованы містом. Чего осенью, под дождь, не завжди побачишь. В этом году в рамках кинофестиваля показали около 200 фильмов со всего мира. В национальной программе за главную награду – статуэтку «Скифский олень» и 50 тысяч гривен боролись 21 короткометражный фильм. А гран-при фестиваля в этом году составляет 10 тысяч долларов. Еще напомню, что «Молодость» – это в первую очередь фестиваль дебютного кино, и начинали здесь в свое время свой путь легендарные Гаспар Ноэ и Франсуа Озон. В этом году за победу в конкурсной программе сражались 12 дебютантов. Нас «Молодость» позвала. «Молодость» позвала, очень интересно звучит. Ну вот и мы пришли здесь. Есть сильные работы, есть не такие сильные. Вот и все. Я видел из конкурсной программы 6 фильмов или 5 фильмов, почти половину. Мне очень понравился фильм с Парагвая. По-английски он называется «Хересис». Очень хороший фильм. Еще одна особенность «Молодости» – это специальная программа фильмов на ЛГБТ-тематику. Вчера победу в этом конкурсе получил фильм «Наследницы» парагвайского режиссера Марселу Мартинеси. Пока что имена победителей основного конкурса неизвестны, ведь церемония все еще продолжается. Кинокритики делают ставки на шведский фильм «Вороны» и на картину ко продукции Перу и Норвегии «Ретабло». Но вот согласны ли с ними жюри – это мы скоро узнаем и назовем вам имя обладателя Гран-при «Молодости» уже завтра. Кать? Спасибо, Оля. Ольга Теребинская была на связи со студией с последними новостями Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Продолжение следует...